Я Романов Филипп Дмитриевич, дата рождения 27 апреля 1997 года. Астрономлюбитель, первооткрыватель различных астрономических объектов, автор-соавтор научных статей по астрономии, публикованных в научных журналах, участник собственными докладами онлайн, нескольких международных научных конференций по астрономии, в том числе Генеральной Ассамблеи Международного Астрономического Союза в 2022 году. Сегодня, в день города Москвы, 7 сентября 2024 года, я продолжаю вынужденно скитаться, уже восьмой год, попав в беду в коммунальной квартире в городе Москве, по адресу улицы Кошкина, дом 19, корпус 1, квартира 210, где находится мое единственное жилье, комната номер 2, в которой я лишился возможности безопасно и беспрепятственно распоряжаться, и в которой я и мама лишились возможности безопасно и беспрепятственно жить из-за действий жильцов и гостей комнаты номер 1 в этой коммунальной квартире. Все наши личные вещи, все мое астрономическое оборудование осталось в этой комнате, и мы были лишены возможности безопасно и беспрепятственно забрать его оттуда. Я лишился возможности подготовиться к поступлению на обучение на астронома в университете, потому что мне негде жить. Чиновники не помогли нам на наши многочисленные заявления к ним с просьбой устранить препятствия в проживании и распоряжении этим нашим единственным жильем. Я хочу и могу приносить пользу науке своими астрономическими открытиями, но мне негде жить. Я сейчас нахожусь временно в жилье моей бабушки и дедушки в поселке Южноморской Приморского края на своей малой родине, но это не может продолжаться длительное время. Мне нужна помощь в продаже моей комнаты, чтобы взамен я мог купить иное жилье, в котором мог бы заниматься наукой безопасно и беспрепятственно и подготовиться для поступления к обучению на астронома в университет. Я страдаю хроническими заболеваниями пороком сердца, бронхиальной астмой, заболеваниями суставов, вен. Моя мама страдает анемией. И мне, моей маме и нашей старой кошке в данных скитаниях приходится очень тяжело, очень трудно. Мы страдаем, нередко голодаем. И до сих пор никакой помощи нам не поступило.